здравствуйте уважаемые подписчики и просто зрители моего канала хочу предложить вашему вниманию ролик который я назвал водотечь 1793 года значит как вы знаете есть у меня тема по поводу потопа и есть цифра 1793 год значит еще раз вам одно доказательство зачитаю на эту тему вот из этой интересной книги прогулки вокруг тобольска в 1830 году спасибо моим подписчикам которые присылают мне интересную информацию поехали сан ханиатона повторил с издевкой замаскированный собеседник я слыхал продолжает он о сей стране давно когда по берегам ледовитого моря и далее к концу земной оси росли леса папоротников разновидных в другую эпоху я также слыхал росли на равнинах тем же морем смытых большие можжевеловые деревья а на архипелаге новой сибири рощи кипарисные после я слыхал и от той эпохи когда земля северного материка на острова разделенная продолжала быть теплой и плодородную и когда около колымска прозябали саговые и финиковые пальмы а за обдорском орешники и кленовые рощи жители сих блаженных островов не знав условий собственности и межевания от скуки переплывали с одних островов на другие неделенные стада их состояли частью из огромных животных известных у нас померзлым трупом мамонтов и аргалов с огромными рогами тысяч за пять лет под хвостом медведицы конец шара потонул и охолодел предание же о белом перешло на сушу посредством остальных жителей бежавших оттуда по хребтам становому яблоневому бакдо и тубецкому перешло говорю к славянскому народу жившему на гималайе в соседнем с одним пелазгийским племенем я имею я думаю он так пелазгов имеет ввиду сие племя по своей веселой говорливости любившие мешать басню с истинную выпустила несвязную сказку о гипербореях ваших старожилах потом когда воду потопные еще не вобрались в хляби и начинали оплескивать к востоку поперечную намывную косу называющиеся у вас на горным берегом иртыша морской залив между сей косы и урала проходил в соответственности черному морю через равнину ишимскую киргизскую и вливался через барлота аральская в каспийское плесо тогда азия была полуостровом и соединялась европою одним кавказским перешейкам смалчиваю что в намывной косе и индии есть песчаные пласты с желтыми крупинками смалчиваю для того дабы оставить открытие кладов нужде своего времени или чуть чутью геогнозии откуда все это взято вы говорите как еврейский свиток вчера отысканный на арарате и я трисмегист мгновенно свечи на столе потухли в комнате сделалось темно но головной убор маски и георгии роглифический посох запылали ярким светом на груди ее зажглись крупные буквы трисмегист стоя продолжает я гермес трисмегист знай наконец что мир салон и глубокий благородный пифагор приходили изучаться на моих колоннах что мои тайноведцы в глазах параона припирались у нила с пророком моисеем что зороастр и шегемоний были моими посредственными истолкователями что аполлоний тианский и шленденборг довольно удачно шли в продолженной мною стезе и на деле обнаруживали деяния силь необыкновенных а я сам был не более как блудящий огонь в сравнении с тем который благодатное лето явился явился близ элеона в неизреченном титле аз езем свет миру слышишь ли вот такая значит интересная ну а теперь давайте прочитаю вам про водотечь 1793 почвоселений сей плоскости болотиста качковата смешана из речного ила или растительного чернозема а в низшем слое из глины она во всех встречах не способна к пашне и траворождению но в большие водотопе какие бывали на памятных жившего поколения в 1784 и в 1794 сессии селения затоплялись а скот был спасаем на известных возвышениях город сия куча деревянных домов тут походил на морскую гавань когда гавани корабли бывают разнощены а экипажи разъезжают на лодках вот такие значит ребята интересные посмотрите 1794 то есть я буквально угадал по поводу 1793 вот она водотоп так давайте теперь это значит отобольский книга давайте я теперь что здесь вот можете вы в этой книге увидеть рассказывается о всех жителей мест местных можете прочитать астяках в агулах и так далее а теперь давайте я вам прочитаю что эти самые нами об этих значит об этом потопе вот ребята за сачалопа шаманов шаманом стало известно о приближающемся времени огня и воды шаманы били в бубны гадая о том как можно спастись люди не умевшие плавать стали строить плоты пор только семислойный плод лабит лаур полет пор сделанные семи бревен в семь слоев покрыты семислойным пологом из кож осетра и стерляги мог устоять против стихии в какой-то местности выше березово росла священная береза семью отростками от вершины однажды береза то упала и из под ее корней начала бить вода люди укрепляли это место но никак не могли остановить водяного потока тогда люди расселили расселись на плоты и их понесло вниз течение моби женщины девушек на плоты не брали и все равно вода и огнем с огнем сжирала спасались только мужчины и чистые девочки семь дней вода кипела огонь и вода вместе шли нижние слои слои плотов разбивались верхние слои слои пологов сносила вместе с огненной водой несло множество огромных ящеров и змей которые сбирались на на плоты и поедут и поедали людей много народу те кого смыло водой когда стихия улеглась люди стали высаживаться на высоких островках пугорах приплывших на плотах людей называли но птен йох приплывший народ или пор йох люди плотов это вот значит из книги кондино поселок казым мыс река об 1990 год вода была везде кроме урала когда вода прибывала на высоких склонах урала собирались и люди и животные медведи волки и лисы и росомахи целую неделю бушевала вода люди и животные вместе жили и никто никого не боялся на этой горе собрались разных родов и даже народов люди после спада воды люди разошлись по разным юртам и стали жить родами один зырянин пришел из-за урала не раб саху и во время потопа оказался с хантами для чего породнился с ними хунзи озеро река малая называется она ересь о киеве написал ее петр семилетов предлагаю вам прочитать эту интересную книгу ссылку оставляю спасибо за внимание подписывайтесь на канал буду показывать вам много интересных документов до свидания